МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В древнем мире мужчины связывали волосы в пучки кожаным ремешком, женщины скручивали волосы в жгуты, плели косы. С веками мода на прически менялась. Нынешнему разнообразию можно позавидовать. Мы отправились в один из столичных салонов, в парикмахерскую с историей, чтобы узнать, на что готовы люди тратить деньги и какие требования предъявляют мастерским. Я смотрю, как оформлено его рабочее место, как уложены инструменты, в каком они состоянии, новые или нет, какими шампунями, например, используют, если это парикмахерская. Здесь приветливый персонал, хороший. Не как там... Ну, бывает тоже, где идешь, например, стригут недорого, но персонал не настолько приветлив. Есть такие парикмахерские. Ну и дизайн здесь так мило, приятно. Я, наверное, еще здесь привыкла, поэтому привычное место. Комфортно, чтобы было чисто обязательно, стерилизация всех инструментов, чтобы это было видно. Ну и приветливый персонал, наверное, самое главное. А, и еще доступные цены. В парикмахерские салоны красоты ходят и женщины, и мужчины, и даже дети. Для семьи Дмитрия Лебедева такой поход уже стал традицией. Они с сыном ходят стричься вместе к одному мастеру. Я хожу со школы, а сейчас мне 50 лет. А мой сын тоже постоянно ходит со мной. Сыну уже 5,5 лет. Почему такое постоянство? С чем это связано? Ну, здесь хорошие мастера. Мы сначала ходили, когда орхидея находилась около Туслыха, а потом переехала сюда, и мы стали ходить сюда. У одного мастера сначала сын стрижется, потом машет мне рукой, потом я стрикус. А сейчас видишь, что важнее? Сама парикмахерская или мастер? Мастер очень важен. Обходительные, хорошие мастера, знают свое дело. Вот, прически нам очень нравится. А зачем ты вообще сюда приходишь? Ну, стричься надо, а то волосы слишком растут много. А парикмахерский нравится, который у тебя стричит? Нравится. Волосы не дергают? Да не, нормально. Чем она стричит? Стричит очень хорошо, а то обходил, как чучело милучило, какая-то с крыши. Кто-то постоянно ходит к одному мастеру, кто-то посещает разные парикмахерские, а есть те, кто выбирает то, что ближе. Я сегодня первый раз здесь. Первый раз живу в соседнем подъезде, так сказать. Решил попробовать сходить к другому мастеру, к другому парикмахерскому. По записи пришли? Нет. Вышел из дома, решил постричься. Ну, раз в месяц стараюсь стричь, потому что, чтобы кончики были здоровыми. Для красоты. Хожу в парикмахерскую для того, чтобы быть красивой. Из-за того, что сейчас салоны красоты появляются как грибы после дождя, конкуренция жесткая. Нужно знать информацию, где находится уголок покупателя, уголок потребителя, и там находится вся необходимая информация. Ну, и, возможно, знать какие-то элементарные знания о чистоплотности человека. То есть, где используются одноразовые перчатки, как часто моются руки. Соперничество «Хочешь, не хочешь» вынуждает предпринимателей работать лучше. Если вам не понравилось качество оказываемых услуг, не бойтесь отстаивать свои права. Салоны не имеют права навязывать дополнительные услуги без согласия клиента. Если не нравится, как пострегли или покрасили, вы можете не платить за эту работу. Все это прописано в законе о защите прав потребителей. Если на месте вопрос решить не удается, можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Наши клиенты многие знают правила, они следят. Тем более у нас тут все прозрачно, они смотрят. Помыл ли расческу мастер, обработал ли инструменты, это они все видят. Мне кажется, у наших мастеров это уже в крови. Зашли на работу, пришли, встали за рабочее место, улыбка на лице и настроенность на клиента. Эта парикмахерская на рынке уже 40 лет. Десять из них руководит Надежда Григорьева. Сейчас потребитель очень информирован, он очень много знает, очень много слышит. Соответственные требования его увеличились. Он хочет прийти, получить услугу качественную очень, но в то же время быстро, в то же время в определенный срок какой-то. Неизменным должно быть качество оказываемых услуг. Я считаю, что клиент должен выходить всегда, как было раньше, счастливый, довольный своей прической или своим лицом, своими руками. Я считаю, что это требование не изменилось. Мы выполняем свои социальные функции. К дню пожилых людей, к дню победы мы делаем скидки, стержем бесплатно участников Великой Отечественной войны. Другая сфера бытовых услуг – химчистки. На сегодняшний день только в Чубаксарах их несколько десятков. Мне кажется, все можно делать в домашних условиях. Не обязательно ходить в химчистку? Не обязательно. Что можете посоветовать тогда, чтобы не ходить в химчистку? Ну, сейчас все есть для химчистки. Все препараты. Можно самим в какую-то смесь составлять. Сейчас в магазинах продается средство специально для стирки пуховиков, курток, но еще ни разу не было так, чтобы я куртку постирала. У меня отошли пятна, особенно вот на рукавах, воротнике, и при этом, чтобы я не испортила пуховик. Потому что обязательно все равно все скатается, сомнется, где-нибудь порвется. Пуховики я отношу в химчистке. Ну, плюс светлые пиджаки, которые даже на ярлычках написано, что их нельзя стирать, а они светлые и пачкаются. Поэтому, да, химчисткой я пользуюсь. В химчистке здесь есть специальные средства, профессиональные для того, чтобы это сделать. Потому что более эффективно все это было сделано. Первые химчистки появились во Франции в 1958 году. Жан-Батист Жоли, владелец красильни, заметил. После того, как его горничная пролила керосин на скатерть, она стала более чистой. Так Жоли и открыл первую химчистку, в которой очищал одежду керосином. С тех пор, конечно, многое изменилось. Сейчас на полках в химчистке много различных современных средств, которые пятна от краски чернила чистят и помогут привести вещь в порядок. В одной из химчисток Чебоксар мы посмотрели полный цикл чистки одежды. Сюда поступают самые разные вещи. Одежда, обувь, ковры, игрушки. Перечень можно продолжить. Из необычных случаев приносят вещи с пятнами краски. Все готовятся к лету, скамейки красят. Бывает, что не замечают, садятся, ну вот, приносят. Ну, от красок тоже зависит. Есть такие краски, которые отходят, которые не отходят. Ну, в основном, ну, получается. Еще есть случаи, где садятся в маршрутку, все в мазуте и приносят куртки с пятнами мазута. Вот так. Тоже сложно отстирывать. Сложно отстирывать. Опять-таки, самим не следует пытаться отстирывать пятна мазута и краски. Краска верхний слой снимается, получается, что химия не берет. В химчистку обычно приносят то, что нельзя постирать в стиральной машине. Попробовать, конечно, можно, но испортить очень жалко. Вот нам дали пальто на чистку. Я вижу здесь рукава, ворот, подклад засаленный. Сейчас мы зачистим сперва. Самые вязываем, с помощью чешаи. Вот в такой огромной машине, которая очень напоминает домашнюю стиральную, чистятся шубы и пальто. В нее добавляется специальное средство и ни капли воды. Но многие приносят дорогие вещи. И они ценят свою вещь и боятся дома стирать. И приносят нам. Доверяют больше нам. Гладильная доска с поднимающимся под напором воздуха полотном – еще одна зрелищная манипуляция в химчистке. А вот так на надуве гладят особо деликатные вещи. Пуховики и платья отпаривают прямо на манекене. Вещи с химчистки клиенты получают отглаженные, отпаренные, на плечиках и в аккуратной упаковке. Приятно взять в руки. Кому-то услуги таких предприятий могут показаться дорогостоящими. Но по подсчетам специалистов, очень часто вещи дешевле почистить в химчистке, чем дома. Плюс сэкономленное время, что немаловажно для современного человека. Но прежде чем выбрать химчистку, внимательно изучите информацию о нескольких предприятиях. Сходите в каждой из них с вещью, которую хотите почистить. Не забудьте спросить о гарантиях. Никогда не выкидывайте чеки и бирки от дорогостоящей одежды. Они вам пригодятся, если вдруг возникнет спорная ситуация. При получении внимательно изучите свою вещь и убедитесь, все ли с ней в порядке. Еще одна услуга, которая востребована во все времена, это ремонт обуви. Эти ремесленники точно не останутся без работы, потому что бесконечно покупать хорошую, а значит не дешевую обувь, просто невозможно. Не каждый может позволить каждый год покупать новую обувь. Это выгоднее, чем покупать новую обувь. Обычно там всегда работают простые рабочие люди, которые делают на совесть. Самое главное – качество обуви. И качество набоек, потом уже, как они будут носиться. И качество дорог наших. Я считаю, что услуга ремонта обуви всегда востребована. Вот в любое время, независимо от того, дешевую или дорогую, ты обувь покупаешь. У меня есть несколько любимых пар. Это обувь такая, скажем, дорогая, и хочется, чтобы она подольше послужила, поэтому я ее часто отношу в ремонт. Но обойки самые простые поменять, да, еще что-то. Ну, хочется, чтобы просто радовала вещь долго тебя. Если мне не понравится, то есть качество выполненных услуг, так скажем, я имею право вернуть деньги, либо потребовать, чтобы мне переделали. Обувь играет очень важную роль в образе человека. Неважно, элитная это марка или обычная обувь. Выглядеть она должна безупречно. Реставрационную работу лучше доверить профессионалу, который знает технологию изготовления обуви, и поэтому легко может ее отремонтировать. Вот можете внутреннюю эту заплату поставить? Сделаем. Очень удобная обувь, потому что поэтому везде все нравится. И леса так облука, и голенища прям по ноге. Все нравится, поэтому хочется отдать на ремонт и носить дальше. И стоит 14 тысяч. Ахаха, как я выбрался после первого подъема. А так гарантийные на мелкий ремонт 10 дней. Не нами утверждены. А так, в принципе, пожалуйста, вы через месяц придете, скажете. На крупный ремонт дают 40 дней. У нас постоянные клиенты, и мы дорожим клиентами своими. Радик Смирнов – сапожник с большим опытом. Конкуренты ему не страшны. Его в микрорайоне все знают, приходят сами и рекомендуют друзьям и знакомым. Работу свою очень любит и делает на совесть. Мы все народные. Народные в том плане, что кому больше народу придет, людей, кто-то народный. Обувь, которая стоит, самая дорогая, вот мы держали в руках 150 тысяч сапоги. Это, которое мы видели. Что-то ценник там был в коробочке, да. Ну, это мы профилактику ставим, защиту на новую обувь. Если, скажем так, все равно дорогую всем не отдашь. В любые руки не отдашь. Потому что можешь распрощаться и с обувью, и это. Никакой гарантии. А здесь, как говорится, вот люди доверяют на доверие. Самое главное – заслужить мастера доверия. Судить о том, насколько серьезно поставлено дело в мастерской, можно уже по внешнему виду помещения. При приеме обуви клиенту обязательно выдают квитанцию на стандартном печатном бланке. Я считаю, самое главное – это посмотреть на полки. Есть ли оборудование какое-то изначально. Какие есть материалы. Какие есть материалы в наличии. Человек, если к нам клиент приходит, мы сразу показываем, именно какую модель каблука я поставлю. А не когда я куплю, может, где-нибудь найду. У нас работа выполняется. Все сегодня приносишь, завтра забираешь. Лет 11, как вот я сюда хожу. Раньше у него мастерская чуть подальше была. Вот постоянно хожу. И жена говорит только к нему. Потому что качество устраивает. И цена плюс качество. И бюджетно, и быстро. В этой мастерской делают ремонт любой сложности. А в свободное время мастер шьет сапожки и туфельки маленьких размеров для своей коллекции. Мастер здесь всегда готов ответить на все вопросы клиентов по уходу за обувью и назвать причину, по которой возник дефект. Обращаясь к профессионалам в сфере бытовых услуг, не стесняйтесь задавать вопросы, если вам что-то непонятно. Обязательно просите чек на выполнение работы. И помните, клиент всегда прав. И он имеет право знать, за что он платит деньги. Не бойтесь отстаивать свои интересы.